Привет, ты на канале Зыгратчики, меня зовут Сергей и сегодня мы будем делать обзор на продолжение серии Note 10 от Redmi, Note 10 Pro. Смартфон, который многие ждали и который действительно многих оправдал ожидания. И лично я, используя его уже около двух недель, очень доволен и готов поделиться не только обзором, но и отзывом. Итак, его сильные стороны. Это стеклянная крышка, металлическая рама, конечно же полноценный модуль 108 мегапикселей и все здесь модули рабочие, остальные мы о них детальнее поговорим. А еще здесь боковой сканер отпечатка пальцев в кнопке питания, экран AMOLED, не Super AMOLED, а AMOLED и мы поговорим о его способности отображать востребованную функцию 120 Гц. Здесь я уже выставил в настройках функцию, чтобы нам отображало, где отображаются эти 120 Гц, а где нет. Помимо этого, передняя камера находится не в вырезе, а прямо в экране и небольшое отверстие, скажем так, по сравнению с другими смартфонами. И еще сильная сторона, это то, что у него скоростная зарядка 33 Вт, аккумулятор емкостью 5200 мА заряжает за час и 15 минут. Все проверял и обо всем расскажу. Итак, начинаем. Цена этого смартфона на данный момент безумно выросла в полтора раза, а то и в два. И это действительно говорит о том, что этот смартфон в спросе. Его все, а точнее многие, хотят приобрести, заменить свои девайсы. На старте продаж этот смартфон стоил около 200 долларов. Сейчас же его цена на сайте Алиэкспресс 317 долларов. Есть версия 6.64, как у нас на обзоре. 6 оперативной и 64 встроенной. Есть версия 6.128, 8.128. И модель доступна в трех цветах. Это бронзовый цвет, как у нас, голубой и черный. Все версии уже выпускаются глобальные, поэтому и упаковка премиальная с изображением самого смартфона. Здесь надписи, характеристики, а внутри нас встречает сверху над смартфоном лежал конверт. В конверте у нас лежит дополнительно скрепка для извлечения лотка. Далее нас встречает несколько инструкций и гарантийный талон, и прозрачный матовый силиконовый чехол. У него отверстия для зарядки с заглушкой, все отверстия совпадают и защищает, что очень важно, модуль камеры. Вот эти вот выступы очень важны для защиты модуля, который и так достаточно выпирает над корпусом. И дальше мы будем все это изучать. В комплекте мы еще получаем мощную, скоростную, уже в комплекте 33-х ваттный блок питания. С вот такими вот характеристиками можете нажать на паузу и изучить. И специальный кабель для зарядки. Также стоит отметить, что из коробки на экран наклеена пленка, и она очень хорошего качества. Ее буду снимать и клеить стекло. Стекло есть по ссылке в описании, как с рамкой, так и без. У смартфона стеклянная крышка, хотя она и матовая, но все равно очень сильно собирает отпечатки пальцев. Но не сильно скользит в руках. Рамка из металла, она глянцевая. И это создает некие такие видимые области, где будут оставаться отпечатки пальцев. Но, конечно же, этот красивый смартфон нужно и защищать. Поэтому, если достали с упаковки, обязательно используйте защитный чехол из комплекта. Или же прикупите, как и мы, приобрели чехол-книжку к этому смартфону. Ссылка будет на него в описании под видео, что значительно защищает экран. Вес смартфона 196 грамм. У смартфона сверху сохранился разъем 3.5, отверстие для второго динамика. И он действительно очень классный. Здесь стереодинамики. Рядом располагается еще один микрофон. А также сохранился инфракрасный датчик для того, чтобы управлять бытовыми приборами. Другими словами, это пульт для ваших девайсов. Справа у смартфона качелька громкости, без всякого люфта. А чуть ниже располагается, вот так вот, если смотреть сбоку, кнопка питания. И в ней же встроен сканер отпечатка пальцев. Мгновенно разблокируется. Выключаем. Прикоснулся, включился. Выключаем, прикоснулся, включился. Причем можно настроить, чтобы при нажатии кнопки, механически нажимаешь и разблокировка идет. Либо просто по прикосновению. Я настроил просто по прикосновению. И скорость мгновенная. Ну и раз мы уже говорим о разблокировке, то здесь настройка и по лицу. Итак, демонстрирую. Включил, разблокировался. Включил, разблокировался. Скорость разблокировки мгновенная. И в вечернее время, и даже в темное время подсветка экрана, и он чуть дольше, на доле секунды, но тоже мгновенно срабатывает. И если закрыть глаза, то он не разблокируется, пока вы их не откроете. Вот так. Продолжаем смотреть расположение разъемов. И в данном случае это у нас лоток с сим-картой. Обратите внимание, что у лотка имеется прокладка. Она из силикона. Вот она виднеется. И у этого смартфона, помимо всех перечисленных его плюсов, есть еще защита IP53. Это защита от попадания влаги. То есть, когда там какая-то брызга или еще что-то, то эти отверстия защищены. Конечно же, от погружения в воду этот смартфон не защищен. Обратите внимание, что здесь отличный лоток с сим-картами. Здесь металлическая основа. И здесь отдельно для каждой сим-карты есть место. И для карты памяти до 256 гигабайт. Поэтому меня не пугает, что здесь 64 встроенных. Потому что можно установить плюс еще 256. Снизу у смартфона располагается 3 отверстия для динамика. Гнездо USB Type-C и основной микрофон. Форма у смартфона с закругленными краями. Экран AMOLED здесь, матрица, также с закругленными краями. И обратите внимание, что здесь по бокам тоже слегка такое закругление. И что немаловажно, легкое, практически не совсем заметное. Но закругление есть у экрана. Но при приклейке стекла этого не будет видно. Потому что все будет гармонично сочетаться. И огромный плюс, что здесь очень маленькие минимальные рамки. Посмотрите, практически их нет. Это тоже огромный плюс для такого девайса. Сетка разговорного динамика никуда не переехала, как и у предыдущих моделей. Она находится на торце, на срезике. И здесь же располагаются все датчики. И приближение, и освещение. И все гармонично здесь работает, справляется без проблем. Есть функция при поднятии активации. Обратите внимание, что AMOLED-экран хорошо справляется с функцией Always On Display. Она настраивается в зависимости от ваших потребностей. И если какое-то уведомление приходит, индикатора уведомлений здесь нет. Но есть оповещение, вот как вы сейчас видите на экране. Когда получаем сообщение, то экран подсвечивается и показывает, что вам что-то пришло. При этом вы какое-то время видите еще время и какие-то другие уведомления. И спустя некоторое время экран гаснет. При взятии в руки он активируется. Вот я его поднимаю, и он включается, видит мое лицо и разблокируется. Также есть активация при двойном тапе. Просто делаем двойной тап, он загорается, видит мое лицо и тоже разблокируется. Но это все хорошо работает, если нет чехла книжки. Если же чехол книжка, то все здесь закрыто, ничего не видно. И функция Always On Display здесь будет в принципе бесполезна. Смысл от нее закрыто, ничего не видно. Но если я не прав, поправьте меня в комментариях. Об экране мы поговорим немножко позже. А пока давайте заглянем о телефоне. Обратите внимание, что здесь установлен 11 Android. MIUI 12.0.10. Версия стабильная. 6 гигабайт оперативки, 8 ядер, максимальная 2,3 гигагерца. А здесь установлен у нас Snapdragon 732G. И я не знаю, почему этот процессор ругают, но он отлично справляется вообще со всеми функциями. И либо в играх на максималке, либо на средних он спокойно вытягивает. Дальше же, конечно же, будет тесты в играх. Я активировал режим разработчика и на экран вывел вот эту специальную цифру. Она меняется в зависимости от того, сколько герц у экрана. Я обещал, что об экране мы поговорим немного позже. Так вот, пришло как раз время. Зайдя в настройки экрана, мы с вами можем увидеть, что можно настроить цветовую схему светлый режим или же темный. Темный, конечно, здесь самый, что ни на есть, настоящий или, как его еще можно назвать, бесконечный. Ребят, он просто вот реально черный. Чернее некуда. Потому что здесь AMOLED-матрица. И не IPS. У IPS-ки такого нет. Вы можете настроить темную тему. Это раз. Давайте вернемся на светлую. Реагирует очень все быстро и шустро. Также можете включить режим чтения. Если активируем, то здесь есть классический или бумага. Сейчас активирован бумага. А вот классический. Есть разница, есть отличия. И можно настроить по расписанию. Также обратите внимание, что есть настройка цветовой схемы. Авто, насыщенность и стандарт. Если установлено авто, то при попадании большого количества света, экран подстраивается уже под вас. И даже настраивает контрастность. Можно настроить цветовой тон. Стандартный, теплый, холодный, особый. Особый здесь вы можете самостоятельно настроить под себя. Устанавливаем стандарт. И теперь внимание. Частота обновления в герцах. Это 120 здесь не просто так. У нас установлено сейчас 120 по умолчанию. Автоматически здесь функцию выставить специально как бы вроде и нельзя. Но, оказывается, если мы выставили 120, но есть приложения, в которых не поддерживается 120 герц, значит будет автоматически переключаться на 60. Но не может это приложение работать, например, как YouTube. Или точнее не хочет работать с 120 герц. Почему не знаю. Но вот видно здесь на примере этой анимации, как работает 60 герц, как у вас были раньше смартфоны. И сейчас 120 герц. Конечно же, плавность очень радует. Но это слегка и влияет на автономность или расход аккумулятора. Незаметно. Ну, допустим, держал у вас смартфон 20 часов, а это будет держать 19. Так вот, эта цифра как раз и помогает определить, в каких режимах работает эта частота экрана в 120 герц. Ну, допустим, если сейчас запустить Play Market 120, а теперь запускаем YouTube 120, 60. Не хочет в YouTube работать, показывает 60. Поэтому, вот как ни крути, 60 герц мы будем смотреть в тех приложениях, где оно само по себе не разрешает использовать. Так же и в играх. И дальше вы это увидите. Я использовал 4 или 5 разных игр. То в одной игре не запускалось, например, Asphalt 9, а вот в других играх запускается. И картинка очень классная. Очень радует сочность цветопередачи этого дисплея. Углы обзора, контрастность. И этот дисплей обладает уникальными функциями. Во-первых, здесь HDR дисплей. Во-вторых, экран покрыт защитным стеклом Gorning Gorilla Glass 5-го поколения. Плюс у этого экрана олеофобное покрытие. Оно не идеальное, но если снять пленку и прикасаться к нему пальцами, то они с легкостью эти отпечатки пальцев убираются. Очень важно учесть, что у этого экрана Xiaomi добилась получить такой сертифицированный дисплей, у которого пониженный уровень синего излучения. Разрешение данного экрана 2340 на 1080, Full HD+, с плотностью пикселей 398 ppi. Яркость на улице отличная. На солнце хорошо видно и не испытываешь какого-то дискомфорта. И вот если сейчас у нас установлена яркость максимальная, она действительно очень хорошая, то мне не хватает все-таки минималочки. Почему? Потому что вот когда совсем уж темно, хочется еще ниже порог яркости. Мы же говорим об AMOLED матрице, поэтому я и вот такие вот требования предъявляю. Но терпимо. Если вы сейчас практически ничего не видите, значит это хорошо. А вот максималочка. Еще один тест. Внизу Poco X3, а сверху наша модель Redmi Note 10 Pro. Обе модели имеют максимальную яркость. Отключены все режимы. Все установлено по стандарту. Теперь возвращаемся на рабочий стол. Покажу вам качество, что данные дисплеи поддерживают технологию обе модели HDR. И эта цветопередача уже вам тоже говорит о многом. Теперь мы вместе с вами выбираем максимальное разрешение. Установили на начало и там, и там. И запускаем. Ну и факт налицо. Конечно же дисплей гораздо лучше у Redmi Note 10 Pro по цветопередаче, сочности, насыщенности. Но вот если честно сказать, хоть цвета здесь и радуют, но они как-то заливаются. Сейчас здесь более естественно выглядит картинка. Одев силиконовый чехол, я вижу, что по краям выпирает силиконовый чехол, что будет защищать дисплей, если будем класть на поверхность. А также у него защита есть модуля. О нем сейчас мы и поговорим. Это у нас 108-мегапиксельный основной модуль. Действительно мегапиксели впечатляют и размер его тоже впечатляет. По бокам есть вот такая вот зеркальная окантовка, наверное для стиля и красоты. А снизу располагается 8-мегапиксельный широкоугольный объектив. Ну а между этими двумя в центре располагается два маленьких. Это у нас отвечает за макросъемку, а этот для эффекта глубины на 2 мегапикселя. 5 и 2. Сбоку модуля находятся две надписи Ultra и Premium. Ну а рядом располагается вспышка и имитация датчиков. На самом деле там их нет. При включении фонарика мы видим яркую вспышку. Ну и конечно можно переключить с кнопок на управление жестами. Интересно, что здесь добавлена еще одна функция. Это настройка сканера отпечатков. Можно настроить на двойное касание. Например, запуск какой-то программы или же, например, калькулятора. Произвожу сначала разблокировку. Теперь двойное касание и запускается калькулятор. Это очень удобно по нужной функции. Двойное нажатие, не физическое, а именно вот просто прикосновение. Теперь давайте поговорим о меню камеры. Я включил запись экрана на самом экране. Сбоку здесь будет высвечиваться информация о том, что происходит здесь на экране. Давайте знакомиться. У нас внизу есть панель. Есть режим Profi. В этом режиме можно переключать линзу, например, на макро. Это значит, что мы будем работать уже с макрообъективом, который очень хорош. И, ну вот, давайте сделаем снимок. И можно переключиться на видео. Также переключиться на этот режим макро в режиме видео. То есть это ручные настройки. Ну и, конечно, здесь можно переключиться и на другие режимы. Например, широкоугольный. Вот такой вот, без автофокуса. И в режим фото точно так же. Теперь смотрим режим видео. В настройках видео мы можем отдельно активировать режим стабилизации. Но в настройках тогда переключение идет 1080 на 30 FPS. Нельзя активировать 60 FPS или 4K. Отключив стабилизацию, можно уже выбирать любое разрешение. Появилась новая функция отслеживания объекта. В этом режиме переключение переходит на 1080. И тогда мы можем отслеживать объект. В кадре он будет за ним следить. Но для отслеживания объекта, кстати, у нас есть интересная штука от фирмы Basseus. Вот такой вот интересный штатив-держатель, где закрепив смартфон, можно будет установить его. И он будет следить за вами. Особенно это активная штука, классная во время прямых эфиров. Но это уже совсем другой будет обзор. Следите за нашими видео и не забудьте подписаться. В режиме фото у нас в настройках есть функция настроить размер экрана, настроить таймер, произвести другие настройки. Или же настроить серийную съемку. И будете, наверное, часто пользоваться макро-съемкой именно вот в этом режиме. Есть отдельный режим 108 Мп, его нужно активировать. Он находится в разделе «Еще». Выбираем. И один снимок, сейчас включен, Ultra HD включен. Делаю. И смотрим, сколько он весит. Ну, на данный момент разрешение 9000 на 12000. Это 9 Мб. При других условиях будет и побольше. Знаю, что около 25-30 Мб снимок получается. Режим «Портрет». Режим «Еще». В режиме «Еще» есть режим «Ночь». Видеоклип, видеоблог. Это интересная функция. Запустив ее, можно снимать интересные клипы, но только в горизонтальном состоянии. Ну, к примеру, вот такие вот видеоролики. Далее у нас идет замедленная съемка, таймлэпс и двойное видео. Очень интересная функция. Нажимаем «Двойное видео», и мы можем одновременно видеть и себя, и то, что происходит перед камерой. При этом можем менять вот так вот. Можем сделать на весь экран или наоборот. И менять даже по расположению. Но нужно сначала разобраться и приловчиться. И есть еще функция под названием «Клонирование». Благодаря этой функции можно себя на кадре сделать в нескольких местах. Здесь это показано, поэтому вы можете порепетировать и увидеть, как это получается. Для творческих людей, так сказать, эти функции находятся здесь. Конечно же, камера обладает интеллектуальным режимом и распознает, что находится в кадре. Там около, по-моему, 20 сцен разных. И разные фильтры, HDR и многое другое. Если переключиться на передний модуль камеры, то у нас тоже очень хорошая четкая детализация. И если в режиме портрета, то уже сразу обработка идет по фону. И точно так же в режиме видео. Кстати, видео на переднюю камеру снимать можно 1080-30 fps. Ну, а в профи произвести настройки. Но только на заднюю камеру. А вот передняя отключается. Тесты камеры, фотографии, фото и видео. Я здесь очень много отснял. Вы сможете увидеть уже все в окончании обзора. Останавливаем запись и продолжаем обзор. Давайте покажу вам, сколько набрал этот телефон в Antutu Бетчмарк. Запускаем его. Видите, здесь показывает 120. Тест Antutu Бетчмарк выдал прекрасные, самые, что ни на есть, высокие показатели. 344 585. Вот они в развернутом состоянии. Во время тестов температура поднялась на 8 градусов. 8,5 градусов это нормально. Кстати, во время игр прогревания смартфона, назовем его так, допустимое. Нету какого-то прям кипятка. Все отлично, хорошо. И не ощущаешь какого-то дискомфорта. О процессоре мы уже упоминали. За графику отвечает Adreno 618. Тест мультитач пройден на 10 касаний. Передняя камера у нас на 16 мегапикселей. 4640 на 3488. Аккумулятор установленный на 5020. Так сколько же реальных тестов он взял? Далеко не 5020. Не дотянул он ровно на 400 мА. 4619. Вот посмотрите, какие честные тесты. За 4 часа 25 минут был заряд 2 А нормальной зарядкой. Не скоростной, потому что нереально протестировать его скоростной зарядкой через мой USB тестер. Но это честные показатели. В итоге мы получаем полноценный день активной работы. Без всяких игр вам с головой хватит. Тем более, если речь идет о 1 час 15 зарядки. А именно столько нужно времени, чтобы родным зарядным блоком питания и кабелем в комплекте. Именно им столько уходит времени. 1 час 15 от 0 до 100% заряд. То кажется, за короткое время такое, пока вы что-то будете делать, даже перед сном его поставить на зарядку, пока вы приводили себя в порядок, процедуры какие-то в ванной, помылись, почистили зубы и пришли, а телефон уже заряжен. Все. После этого он лежит с вами и утром вы проснулись. Не надо его брать или снимать зарядки. Кстати, в отдельном видео покажу вам магнитный кабель специальный. Вот такой вот, как я уже использую на Poco X3. Специальный кабель для того, чтобы заряжать именно его же методом. 33-х ваттным способом. Потому что не каждый кабель подойдет. Смартфон, конечно же, поддерживает 2 диапазона Wi-Fi. 2,4 и 5 ГГц. Больше того, этот смартфон может быть репитером. Он раздает Wi-Fi. Как только вы, не выключая Wi-Fi, нажимаете раздать интернет, точку доступа, то вверху появилось 2 Wi-Fi антенны. Сейчас я ловлю сигнал с Wi-Fi и раздаю его дальше. То есть, по сути, это репитер усиляет сигнал. Словили и усилили рядом с собой для друзей. При запуске GPS-теста мы мгновенно выходим на связь. Уже 11, 15 и 13 за 10 или 7 секунд уже словил. Поддерживает GPS, GLONASS, Beidou и Galileo. Ну а то, что здесь есть цифровой компас, я думаю, это и так заметно. Справляется со своей задачей хорошо. И есть еще уровень. Конечно же, в этом смартфоне есть NFC и работает корректно, без всяких проблем с Google Pay. Справляется оплата в магазине. Сложностей ни у кого не возникало. Версия Bluetooth 5.0 и примечательно, что поддерживает современный кодек APTX со всеми истекающими по качеству звука. Кстати, если использовать проводную гарнитуру, то звук тоже очень громкий и насыщенный. При этом в настройках есть отдельный пункт под названием звуки вибрация. Что здесь можно увидеть? Отдельно есть звуковые эффекты. Перейдя сюда, можно включить, когда подключена гарнитура и установить звук Hi-Fi. Это значит, что уменьшает шумы и искажения для улучшения качества звука. Также хочу обратить внимание по поводу тактильной отдачи вибро. Здесь установлен специальный вибромотор, который настраивается под вас. Вы можете настроить тактильную отдачу и настроить ее мягкость. Либо вам нужно, чтобы конкретно чувствовалось, по пальцам ударяло. Либо мягенько. Либо вообще можете отключить, чтобы ничего не вибрировало. Это все настраивается под вас. А если еще и выйдут какие-то кастомные прошивки, то я думаю, там вообще будет супер-пупер настройка. Это очень актуально в играх. Потому что каждое движение, каждое, например, столкновение автомобиля с препятствиями, это будет как раз отражаться именно вот эта виброотдача. У смартфона установлено 16 датчиков. Как всегда, я буду вести, вот где какой-то бренд написан. Это и есть эти датчики. Если вдруг вам нужно, можете остановить и почитать. Конечно же, номеронабиратель здесь с русскими и английскими буквами. Но обратите внимание, что при совершении звонка у нас есть только громкая связь. Удержать и добавить вызов, клавиатура и выключить микрофон. Записи разговора в родном приложении нет. Но можно установить дополнительное приложение, которое будет все-таки записывать звонки, если вам нужна эта функция. Сейчас устанавливаю максимальную громкость. Послушайте, как слышно. Если сидеть с человеком, который будет разговаривать по этому смартфону, то скажу так, будет все слышно. Поэтому нужно убавить звук. То есть запас громкости через родной динамик очень большой. Громкая связь. Нажмите 3. Таризные планы для корпоративного подключения. Нажмите 4. Теперь проверим микрофон с помощью диктофона. Выбираем самое высокое качество WAV. И запускаем. 1, 2, 3, 4, 5. Я сейчас разговариваю на вот этот микрофон. Если же повернуть вот так, то запись будет идти уже через этот. Если вы были в наушниках, то я думаю, вы это слышали. Проверка связи. Тестируем микрофон Redmi Note 10 Pro. Останавливаем запись. И вы только что слышали звук именно с этого телефона, с этого микрофона. Ну а теперь устанавливаем звук максимальный. Включаем запись на смартфоне Poco X3. Здесь два микрофона. Значит, звук будет записываться тоже стерео. И отдельно будет звук записан петличкой. Для чего я все это вам говорю? Оденьте наушники и послушайте, какое качество звучания у данного смартфона. Звук здесь великолепный. Поехали. Звук здесь великолепный. 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 звук поставим на в общем звук ребята два раза лайк отличный насыщенный богатый басами средними и высокими и громкость то что нужно заменяет в компании bluetooth колонку реально вот так вот прежде чем мы запустим тест игры я хотел бы вам сообщить о том что здесь есть специальный режим для игр который ускоряет их на рабочем столе есть отдельно значок ускорения игр нажимаем на него и здесь уже отобраны игры или же нужные нам программы которые нуждаются в реальном ускорении давайте запустим первую игру for the street в которой как раз и поддерживается 120 герц экрана цифра 120 не пропадает а значит в этой игре есть эта поддержка в этом режиме когда запущен игровой режим у нас сбоку имеется вот такая вот маленькая полоска свайп и появляется вся информация даже количество fps и загрузка процессора пока загружается игра я наслаждаюсь отличным качеством звука стереозвук очень радует в игре и так стартуем а вот теперь запускаем игру asphalt 9 и здесь у нас уже переключение произошло на 60 графика при этом установлена на максимум и нам не помешает 60 герц провести тесты звук максимальный поехали приготовились запускаем еще игру одну trial extreme 4 версия также поддержка 120 без проблем игра по графике простая но качество картинки конечно же в живую лучше видно пришло время поделиться своим отзывом и по сути подвести итог нашего обзора смартфоном я доволен но очень пугает цена которую за него сейчас просят как в китае так и в нашей стране конечно же это происходит из-за того что он недавно только появился и надеюсь что скоро на него цена упадет в этом смартфоне есть все необходимое потому что сам я являюсь владельцем poco x3 и знаю о чем говорю а здесь даже и камера в чем-то получше но в чем-то хуже я имею ввиду стабилизацию например на 1080 60 кадров здесь же мы получаем хороший экран металлический корпус и стеклянную крышку и тройной лоток с поддержкой одновременно 4g на каждой sim карте в комплекте есть все необходимое начиная зарядного блока питания и специального кабеля которые заряжают скоростным методом и чехол для защиты конечно же радует наличие аккумулятора но расстраивает что он в моем случае не дотянул до теста скорость зарядки не во вред смартфону огромный плюс специальная технология заряда при этом смартфон не перегревается есть все необходимые датчики быстро работает громкий динамик отличный микрофон который вы слышали и я думаю вы еще много напишите самостоятельно в комментариях об этом смартфоне как его плюсы так и недостатки которые возможно вы заметили как владелец этого смартфона также после обзора мне прилетело на следующий день обновления раздел о телефоне выбираем обновить это у нас прошивка 120 13.0 нажимаем перезагрузить и пусть установится эта версия ну а сейчас тесты камер как передней так и задней в разных режимах днем и ночью а я с вами прощаюсь всем спасибо за просмотр пока тестируем видеокамеру у redmi note 10 pro это у нас в автомобиле без всяких включенных стабилизаций ну дорога точнее бездорожье полное это я включил стабилизацию даже дорога те же тряски но уже по комфортней снимает но мне кажется с легкой потерей качества тут восстанавливают понтонный мост прямо на глазах отлично справляется стабилизация если совсем уж меня конкретно трусит то тогда есть некое наверно подергивание сейчас будем проезжать понтонный мост он имеет такие взлеты и падения так сказать и видите как камера приспосабливается эта тренировка это отсутствие тренировки поэтому и видео такое не совсем но цель показать стабилизацию передняя камера также в автомобиле но тут уже не такие тряски на дороге но съемка шикарная 1080 30 кадров нету 60 и нету у нас 4к валюша очень хорошо можно проиллюстрировать на примере воды 60 герц точнее 60 кадров 1080 60 fps теперь зум назад красота у ручья стереозвук вы тоже слышите вот сейчас слева записывается звук а сейчас справа если в наушниках то вы это хорошо слышали и в речку все зеленеет качество картинки великолепно и но сейчас видео в 4к картинка конечно радует разрешение получше приблизим 6x максимально в режиме видео тряска присутствует вот такие вот тесты передняя камера 1 2 3 4 5 ну качество великолепное и единственное что не снимает в 60 кадров а так отлично друзья тестируем ночью в полной темноте задний модуль камеры действительно полная темнота вот отражаются в стекле только лампочка сейчас выхожу на улицу обратите внимание на отсутствие шумов и включается прожектор вот он все мы на улице так уж вышло что я еще не сплю на улице уже очень поздно 12.40 я бы уже давно хотел спать но так уж вышло что нет реально вообще нет шумов нет нет шумов на освещении четко так все отлично теперь поворачиваемся сюда смотрим просто великолепно кстати смотрите луна вдали виднеется так увеличим вот это ребята луна ночью но шумов нету и сейчас я включу переднюю камеру вот это передняя передний модуль камеры посмотрите как классно 1 2 3 4 я коврю шепотом так как собаки тут не начали лаять ну если нормальным голосом то вот так сзади меня луна так найдем ее за деревом вот она виднеется вдали я выхожу прожектор светит 1 2 3 4 5 ну кажется просто даже пар вот прохладно прохладно просто четко снимает ну и теперь остались фотографии вам показать и еще некоторые ночные режимы с выдержкой так 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok